здравствуйте тема нашей сегодняшней встречи встречи в студии слова историку ленин и керенский на перекрестках судеб множество мифов множество споров и если про владимир ильича ленина написаны тома и сотни томов биографических исследований публицистических работ то керенскому достала доставалось в этом объеме информации гораздо меньше но в последнее время мы можем говорить что эта фигура тоже в общем-то востребована в связи особенно вот с прошедшим столетием великой российской революции это появившиеся работы и в серии жезел фидюка и соответственно это работа бориса иванович колоницкого и ленинский мемориал безусловно этой темой занимался даже гораздо раньше чем произошло вот это юбилейные даты столетия российской революции потому что биографии двух людей практически неотделимы друг от друга отец на александр федоровича керенского сыграл очень важную роль в жизни владимир ильича ленина а соответственно в жизни они встречались не так часто как они встречались мы обратимся к сотрудникам ленинского мемориала как ваша судьба пересекается с владимиром лениным александром федоровичем керенским и собственно говоря вами я хочу сказать что действительно эти фигуры они связаны историях переплетается и самое интересное что не только детей владимира александра но и отцов прежде всего и вот у нас фондах ленинского мемориала хранится уникальный документ разносная книга членов комитета карамзинской общественной библиотеки где стоят две фамилии ульянова и керенский две фамилии рядом людей которые потом стояли по разные стороны баррикад я имею ввиду их детей сам факт что ульянова и керенский сидели за одним столом а потом оказались вот дети по разные стороны баррикад он всегда привлекал привлекает внимание многих исследователей илья николаевич и если говорить и отец федор михалыч вышли из низов они получили все что можно было получить они стали дворянами потомственными дворянами они получили все награды какие только можно было быть они были дети реформ александра второго и мы уже говорили о том что они считали своим долгом это долг просвещать учить образовывать и вот феномен как раз заключается в том что дети дети и отцы почему родители считали нужным отдать все для просвещения а дети вставали на другой путь совершенно я хочу сказать что вот как раз федор михалыч судьба ульяновых его очень беспокоило и он считал что нужно сделать все чтобы александр не повторил путь ульяновых но сделать он в тот период ничего не мог потому что это было такое время и как сам потом впоследствии писал александр керенский на такой путь нас толкал сам непосредственно царский режим в тот период поэтому это было это независимо от них если посмотреть судьбу многих тогда детей я бы сказал вполне состоятельных людей они вот избирали такой путь как и александр как владимир и как александр керенский вот прежде всего а вот учились ли они вместе могли ли они в общем сидеть за одной партой или нет вы знаете даже на сегодняшний день вот вроде бы смотришь вот то что появляется ну где там на просторах интернета но наверное люди которые исследуют эту тему раз они пишут они даже сегодня встречается утверждение что они закончили одну гимназию да не могли они учиться вместе просто не могли александр керенский был на 11 лет моложе владимира ульянова мальчики поступали гимназию возрасте 10-12 лет ну и заканчивали естественно и когда владимир ульянов заканчивал гимназию александру керенскому было всего шесть лет но никак не могли они учиться в гимназии в одной кроме того александр не только не учился вместе с владимиром он вообще не заканчивал симбирскую гимназию а федор михалыч керенский получает назначение на должность инспектора училищ туркестанского края и отправляется со всей своей большой семьей на новое место жительства в город ташкент вот александр приехал в ташкент поступает приготовительный класс дальше идет гимназию кстати учился он блестяще он такой же золотой медалист то есть он гимназию закончил золотой медалью как и владимир ульянов только в городе ташкенте интересная деталь все-таки александр керенского есть воспоминания о том что его ольга и сестра владимир ильича угощала конфеты у нее осталось и даже есть такое воспоминание что она читала ему книжку хижина дяди тома когда он а вот это из разряда тоже мифов и либо и каринского что он написал помните увидя как федор михалыч где-то там гимназии вел за руку по лестнице маленького александра да и как владимир отреагировал не нравится что-то мне этот маленький керенский да македонский да вот поэтому вот таких вот мифов конечно их очень очень много и они продолжают почему-то существовать как ни странно что это эффект реконструированных воспоминаний уже впоследствии а может быть потому что информации было в свое время очень мало это не так но я хочу сказать мы может быть здесь еще не коснулись того что их объединяло представьте себе оба закончили санкт-петербургский университет оба стали адвокатами юристами оба родились в апреле можно сказать старый новый стиль да такие вот такие вот апреля один по старому другой по новому стилю удивительным образом все эти вещи совпадают я хочу сказать похоже у вступление в революционную деятельность ленин на первом курсе ссылается в кокушкина первая ссылка в 1905 году керенский также ссылается в ташкент для отца это была трагедия представьте себе крупный царский чиновник и вдруг его сына отправляют в ссылку тогда в ташкент то есть очень много такого на что их объединяло талант ораторов и поэтому не случайно где не сталкиваются конечно в литературе в печати они пересекались критика критикуя друг друга но конечно это 1917 год это самое главное событие которое происходит в тот момент февральской октябрьской революции февраль вознес александра керенского на олимп в тот период это была самая популярная личность то время в нашей стране спаситель отечества как его называли и вот ленин прибывает из-за границы и в 9 июня 1917 года на первом связи советов они впервые встречаются с керенским где они выступают как самых сильных ораторов выпускают то одного то другого но вот как раз керенский выступает против ленина после ленина и интересно отметить что керенский в своем выступлении ссылается на ленина он говорит вот как гражданин ленин говорит капитализм это неизбежно неизбежное развитие нашей страны а потом на мой взгляд тоже вот чисто такие субъективные вещи можно было арестовать ленина в семнадцатом году мне кажется керенский не все сделал для того чтобы это было произошло а уже в восемнадцатом году когда когда керенский был лишен своих должностей у ленина была возможность всего также арестовать потому что он фактически даже хотел выступать в тот период на заседание учредительного собрания да если вот у них профессии одинаковые родились в одном городе очень много общего то вот конечно сроки жизни то у них очень разные и если в 1970 году у ленина было столетие со дня рождения ленина и собственно говоря он уже давным давно умер то александр все-таки керенский как раз вот 1970 году ушел из жизни то есть это вот такая последняя как сказали заочная встреча и при каких то же он обстоятельствах его да его приглашает bbc чтобы он прокомментировал он жил соединенных штатах америки жизнь сама его тоже очень сложная и и смель трагичная в конечном итоге тоже была но вот семидесятом году и приглашает на радиостанцию bbc чтобы он прокомментировал столетия со дня рождения владимир альича а вот мне в частности вот один вопрос который ему задавался в чем причина его краха в конечном итоге и он как раз отмечает что одной из причин того что он потерял на в тот период на свою власть является то что ленин приехал и что удивительно он комментирует и через буквально несколько месяцев в июне умирает в 1970 году вот так вот исторически сложились обстоятельства жизни владимира ульянова и александр киринск умирает он тоже тяжело в сложных условиях сложной обстановке в такой как он говорил всеми ненавидимый потому что все считали его виновником того что произошло с россией и правые и левые журналист мэтью соуэн который писал английский журналист писал книгу во время период во время перестройки о своих родителях фактически дети сталина она вышла и вот он встречался говорил о том что его отец встречался с киринским и вот что он отмечал что россия для него стала совершенно чужой и он для остался в ней вот в прежней то есть собственно говоря впоследствии мы можем наблюдать что для владимира ленина фактически да то есть он тоже остался в нашей современной жизни это все-таки элемент прежненько по эпохе кстати были переговоры с александр федоровичем керенским на возможность того что не возвратился либо он но для этого нужно было чтобы он признал революцию признала советскую россию после долгих раздумий он отказался от этой идеи да 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 ваше самое яркое впечатление от переписки ну яркое впечатление я хочу сказать что у него вообще как вы вообще вышли но я как-то прочитал в одной газете о том что вот в лондоне у него было двое детей олег и глеб олег это стало крупнейшие мостостроители он построил два самых крупных моста через босфор и мост непосредственно вот в австралии кстати вот там как раз нашему президенту свое время показывали как мост который построил человек из россии а глеб был такой очень настроенный против нашей страны поэтому когда появилась такая вот возможность я узнал думаю надо написать вот точного адреса не было я написал как это говорят на деревне дедушки вот в графство соответствующее письмо дошло вот но у меня тогда была такая цель и я надеялся что у них есть какие-то интересные материалы хоть хоть что-то осталось для того чтобы можно было использовать наши музейные практики но к сожалению у них ничего конкретного не осталось потому что семьей он расстался в 1917 году как уходили политики тогда в революцию он жене сказал я ушел я ушел нет он так не сказал он сказал я ушел уж уезжаю в таврический дворец в государственную думу а вот ждите меня вечером и вот так и дождались вот так вот бывает судьба складывается политик к столетию со дня революции как мы сегодня называем или одни называют другие не называют великой российской революции на здании нашей гимназии появилась единая доска где два вождя двух революций владимир ульянов и керенский снова объединились как их отцы когда-то за одним столом они здесь оказались на одной мемориальной доске вот такие зигзаги истории симбирск все равно для них была родина и он их объединяет это то опять же что не поддается никаким им никакому мифотворчеству спасибо большое александрович милый ванна до новых встреч и